МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Место происшествия. События уходящей недели, потрясшие город, на ваших экранах. В студии Елена Кивенко. Смотрите в ближайшие минуты. Говорит, подожди, мне что-то плохо. Я мотоциклист. Скончался после ДТП. Утренняя прогулка с собакой оказалась последней для жителя московского района. Где машина твоя? Где машина? Сжег машину. Калининградец отомстил многодетной матери за хамство на дороге. Рубрика «Регистратор. Народные новости. Дорог города». Не детские шалости. 25-летний парень напал на таксиста. Сказалось, что по себе молодой человек имеет золотое изделие, которое только что он похитил. Быстрый вор. На улице Интернациональной мужчина пытался ограбить ломбард. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скончался после ДТП. Внезапной трагедии закончилась обыкновенная прогулка для одного из жителей московского района. Отправившись утром выгулить своего пса, мужчина и не подозревал, что это будет в последний раз. В то утро все было как всегда. 58-летний калининградец проснулся, позавтракал и пошел прогуляться с пекинесом. Но спустя всего пару минут неожиданно вернулся домой. Весь в ссадинах и царапинах. Лег на диван и больше с него уже встать не смог. Пошел гулять с собакой где-то в 6.15, наверное. Он обычно перед работой гуляет с пекинесом. И сразу же быстро вернулся. Я сразу к нему. Я говорю, ты что собаке лапы-то не помог? Он говорит, да подожди, мне что-то плохо. Говорит, я мотоциклист сбил. Как рассказывал мужчина родственникам, ДТП произошло на перекрестке улиц Айвазовского и Мичурина. Вызвать полицию пострадавший не захотел. Вроде как мотоциклист ему был знаком. От скорой помощи он тоже отказался. Но почуяв беду, домашние все же позвонили 03. Правда, прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть калининградца. Сейчас полиция разыскивает мотоциклиста, скрывшегося с места аварии. Если вам что-либо известно об этом происшествии, просьба сообщить по телефону 02. Перевернулся в Кювет. Сегодня на трассе в Зеленоградск произошло еще одно ДТП. Но, к счастью, на этот раз все обошлось легкими ушибами. Утром калининградец ехал по делам в город. На очередном повороте он не справился с управлением и угодил в Кювет. По словам водителя, авария произошла из-за мокрой дороги. Сам он за рулем уже давно, но в такое серьезное ДТП попал впервые. Вроде бы и ехал не быстро, всего 50 км в час, но маневр ему все же не удался. Теперь мужчине придется долго восстанавливать свой Хюндай. Главное, сам цел остался. В продолжении дорожной темы. Свидетелями каких только нарушений правил, аварий и курьезных случаев на дороге не становятся наши телезрители. Народная рубрика «Регистратор» прямо сейчас на ваших экранах. С откровенным хамством столкнулся этот калининградец на улице Льблонской. Минуя всех простых смертных, дорогая иномарка решает срезать путь по встречке, оставив водителя с регистратором лишь негодовать по этому поводу. Запутался в знаках и свернул не туда водитель этого автомобиля. Уж очень, наверное, сильно хотел попасть в магазин. А в итоге нарушил правила и разозлил других участников движения. Еще один нарушитель встретился нашему телезрителю на правой набережной. Несмотря на и так немалую скорость потока, белый микроавтобус решает обогнать впереди идущую легковушку по встречке. От ДТП водителей спасает только чудо. Невероятную смелость проявил участник этого ДТП. На запрещающий сигнал светофора девушка на черной иномарке решает попытать свое счастье и успеть проехать перекресток. Но, увы, в этот раз чудо не произошло. На Московском проспекте владелец этого регистратора не понял маневра белого микроавтобуса. По словам хозяина видео, оппонент свернул внезапно, без поворотников и с крайней правой полосы. Екатерина Степанова специально для места происшествия. Мститель-поджигатель Мститель-поджигатель необычным образом проучил калининградец, подрезавшую его автоледи. Почувствовав свое самолюбие ущемленным, мужчина решил выследить ее. Доехав за женщиной до ее дома, он запомнил адрес. А позже, уже под покромом ночи, блюститель порядка вернулся, чтобы восстановить справедливость. У двухлетнего Миши, как и троих его братьев и сестер, вид обгорелой машины вызывает неподдельную грусть. Маленький «Фольксваген» был в семье настоящим другом и первым помощником. Мне пешком придется теперь ходить три километра до остановки, ну, чтобы также, допустим, детей в садик возить или в школу ребенка. В магазины или мета съездить тоже никак. Как без ног. Ульвия купила машину на семейный капитал. Кто и за что мог так поступить с многодетной мамой, почти месяц оставалось загадкой. Ведь найти поджигателя – непростая задача. Сотрудниками управления уголовного розыска в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин, который в настоящее время изоблечен в совершении данного поджога. Причина поджога удивила даже бывалых оперативников. Я догнал ее, так как окна были открыты, было тепло, и сделал замечание находившейся за рулем девушки, ранее мне неизвестной. Она услышала мое замечание, на что ответила мне грубой и нецензурной бранью и показала неприличный жест рукой. Мужчина выследил, куда направляется девушка, а после облил гольф бензином и поджог. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, но у этой, казалось бы, печальной истории хороший конец. Здесь где-то каратит, посмешкил, да девочка. Ну, кучу, 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 поджога. Молодника нет, к сожалению. Когда он был в голове в тебя, поклянился, тоже не горел, найдется. Закрывай его так вот посильнее. Неказистая с виду и сильная внутри. Эта красная машина только что была подарена семье Ульвии от простого телезрителя. Мужчина увидел репортаж о несчастье многодетной матери и сразу же откликнулся. Я всю жизнь людям помогаю, поэтому не считаю это как поступок. Это обычное дело. Также Сергей обещал впредь заезжать сюда чаще, ведь мужские руки никогда не бывают лишними. Теперь девушка со своими ребятишками, которые, к слову, сразу же влюбились в новый автомобиль, сможет спокойно передвигаться по области. Поджог этого фольксвагена раскрыт, но такие же мстители орудуют по всему городу. Так, только за ночь на 25 сентября в Калининграде сгорело семь машин. На улице Олега Кашевого огонь полностью уничтожил три автомобиля и задел два стоявших рядом. Кроме того, от пламени пострадали микроавтобус и легковушка на улице Давыдова. Екатерина Степанова специально для места происшествия. В Калининграде начались внезапные проверки автомобилистов. Акция под названием «Летучий Голландец» прошла не только на дорогах города, но и по всей области. Специальный патруль неожиданно появлялся даже на тех трассах, где ранее не проезжала ни одна машина ДПС. Инспекторы ДПС останавливали машины выборочно. Но делали это без какой-либо системы, поэтому попасться мог любой. Кто-то из автомобилистов порадовал полицейских своей добросовестностью, а кто-то нет. Незаконное оружие, запрещенные средства и пьяные водители. Чего только не находили полицейские в багажниках автомобилистов. Уже под утро инспекторы задержали компанию молодых людей. Пока подвыпившего водителя оформляли в машине ДПС, его спутница решила уехать домой самостоятельно. Когда они придут, говорят, слышь ты, не ты, а я. Куда вы собрали? А? Девушка? 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 Куда вы собрали? При этом дама не стеснялась ни в действиях, ни в выражениях. Пошел ты нахуй! Буйную калининградку отправили в отдел. Теперь ей придется выплатить штраф за хулиганство. Подобные рейды будут продолжаться. Екатерина Степанова специально для места происшествия. Остальные криминальные новости во второй части выпуска. Не переключайтесь, и вы увидите. Он баряжен. Недетские шалости. 25-летний парень напал на таксиста. Казалось, что по себе молодой человек имеет золотое изделие, которое только что он похитил. Быстрый вор. На улице Интернациональной мужчина пытался ограбить ломбард. Ну, он подставил вас, получается. Очень сильно. Пусть забирает свой дерьмо. Наркотики с доставкой в почтовом отделении города задержан подозреваемый в распространении Спайса. Нестандартные развлечения придумали для себя двое гостей из Московской области. Молодые люди приехали в гости к семье. Скорее всего, на радостях и решили пошалить. Вызвав такси, двое друзей напали на водителя и забрали выручку в 755 рублей. Притом молодые люди почему-то решили выйти не в двери, а разбили стекла автомобиля и скрылись через них. Спустя несколько дней одного из буянов задержали. Правда, мужчина почему-то не понял за что. Я являюсь подозреваемым в совершении преступления. Что же преступление? Пока не знаю. В автомобиле 25-летнего гостя города оперативники обнаружили пневматический пистолет и магазины с патронами. Уже позже в отделе молодой человек все же признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело. По статье «Разбой». Не доехали до дома. Сразу же двоих подозреваемых задержали в аэропорту Храброво транспортные полицейские. Оба мужчины уже несколько месяцев находились в розыске. И точно не могли представить, что их путешествие в Калининград закончится в отделе. Первый подозреваемый прибыл в Калининград рейсом из Москвы. И сразу же попался в руки мужчин в форме. По информации полиции, молодой человек угнал автомобиль в одном из городов Подмосковья. По факту содеянного было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Однако данный гражданин скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Второго мужчину поймали чуть позже. Он прибыл из Санкт-Петербурга. Здесь полиция разыскала его за ДТП с летальным исходом в конце мая этого года. Оба задержанных были переданы в руки органов, ответственных за их уголовные дела. «Быстрый вор». Один из ломбардов Московского района на этой неделе чуть не лишился нескольких тысяч рублей. Во вторник в магазин зашел на вид обыкновенный покупатель и попросил посмотреть золотые цепочки. Ничего не подозревающая продавец выложила товар на прилавок, а уже через несколько секунд девушке за прилавком пришлось возвращать своего покупателя бегом. Это запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как мужчина смотрит цепочку, а потом резко срывается с места в сторону выхода. Да так, что продавщице приходится догонять лже-покупателя. По прибытию на место увидел, что девушка бежит за молодым человеком во всем черном. Помог задержать его, при этом задержал молодого человека. Оказалось, что при себе молодой человек имеет золотое изделие, которое только что он похитил. Несмотря на то, что бегство длилось недолго, мужчина успел развить приличную скорость. Хотя, как выяснилось, вор, который только что со всех ног удирал от продавца и полиции, имеет проблемы со здоровьем. Безвыходная ситуация? А что за безвыходная ситуация? На работу не берут. Деньги нужны, да. А почему не будут на работу? С армией увольнялся по состоянию здоровья. В отношении быстрого вора возбуждено уголовное дело. Скорее всего, в ближайшие пару лет работой его обеспечит колония. Екатерина Степанова специально для места происшествия. Наркотики с доставкой получил один из жителей города. В обыкновенной бандероле полицейские обнаружили более грамма спайса – курительной смеси, запрещенной на территории страны. Наркотическое средство было спрятано в обыкновенном DVD-диске. Буквально пойманный за руку молодой человек утверждает, что посылка предназначалась не ему. А забрать ее с почты попросил хороший знакомый. Правда, по информации полиции, мужчина сам оформил заказ через интернет. И спайс хотел перепродать. Сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела. В минувшую неделю в Калининграде и области прошло сразу же несколько крупномасштабных рейдов. Полицейские проверяли стройки, янтарные карьеры и магазины. И, как оказалось, нарушители нашлись по всем трем точкам. Рейды по точкам продажи спиртных напитков идут уже две недели. Сбыт алкогольной продукции после 22 часов оперативники выявили сразу же в 10 торговых заведениях по всему городу. В некоторых магазинах имелась специальная лицензия. Якобы данная точка имеет статус бара. Но ни стульев, ни барных стоек полицейские так и не обнаружили. Нет, это лицензия. Покажите мне здесь атрибуты бара. Сегодня холодильник. Нет, барная стойка, столы и стулья. Мы сегодня буквально новые поставили. Продавцы пытались убедить полицейских, что вся необходимая мебелировка была. Просто в магазине ремонт. И ее вывезли. Эти оправдания звучали мало похоже на правду. На данный момент на владельцев всех торговых точек заведены административные дела. Правонарушители ждут немалые штрафы. Кроме того, полицейские привели рейды по мигрантам. В этот раз оперативники наведались на стройке Калининграда. Первым объектом стал многоквартирный дом на улице Гагарина. Здесь полицейские проверили более 50 иностранцев. У одного из работников не было разрешения на работу. Также в сопровождении бойцов ОМОН полицейские проверили и стройплощадку на острове. Там трудятся более 60 гостей города. На этот раз у всех рабочих с документами было все в порядке. Масштабные рейды по поимке нелегальных янтарщиков прошли сразу же в нескольких точках области. Первых подозреваемых полицейские задержали в одном из поселков Светлогорского района. Трое мужчин лопатами выкапывали ценное сырье прямо из грунта. В соседнем Зеленоградском районе были пойманы еще четверо старателей. Десять человек попались оперативникам в районе Люблинского шоссе. В отношении всех правонарушителей составлены административные протоколы. Напомним, все перечисленные рейды имеют постоянный характер. Екатерина Степанова специально для места происшествия. И на этом все. Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085 или пишите на наш электронный адрес. В студии была Елена Кивенко. Берегите себя и своих близких.